Эфир телеканала Беларусь-2 распочинает информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. В своем 70-м году сегодня исправляет Гомельский областный клинический онкологический диспансер. История установы ведется с 1945 года. Починалось все с онкологичного кабинета, где велся только амбулаторный прием. Раз три года был открытый стационар на 45 ложков. Миновито с того часу диспансер начал оказывать специализованную онкологичную допомогу. Сегодня он является одним из ведущих клинических установ Гомельской области. В его складе 13 клинических отделений. У диспансеры работают 858 человек. Угод тут выконывается больше за 8 тысяч операций. Медицинскую допомогу отрымливают около 20 тысяч хворых. При этом покажет послеоперационных ускладнения один из лучших в свете сирот хирургических клиник. У выконавших комитета Гомельской области прошли черговые промы и телефонные линии. Только у Абл-выконкам за три годины дозвонились 36 человек. 32 пытания были огучены и перед керавництвом Гомеля. Олег Сенцеров потекавился, что хвалюет жихару региона. Об самым наболелым. Менавито так, напевно, можно сказать об зворотах, которые поступают на прямые телефонные линии у выконавчика комитета. Некого хвалюет непрацующая лазня у везда. Некого – великая количество машин на городских дворовых территориях. Только областный выконавчий комитет за 9 месяцев поступил уже около 1100 звонков. Практика свечить, амаль 80% пытанев, за какими же хары Гомельщины звертаются у органов выконавчей улады, можно вырешить без протягнения бюджетных сродков. Шмот такие проблемы, саправды, выкликаны элементарным нежаданием особных специалистов выконовать свои обыляски. Гомельчанка Галина Шусева подскарделася у Абл-выконкам на работу Гомельской ветеринарной лечебницы. Кали захворела домашняя живела, и она разом с мужем звернулась за терминовой допомогой у гэтую державную установу и сутокнулась за односинами, якея навод бюрократичными назвать нельга. Он меня знает, ну, калите ему антибиотик таким тоннам. Я говорю, ну, если вы в 103 позвоните, и вам так ответят. Вы что ответите? Вы должны? Я же к вам как к специалисту приехала. Мы вас завезем, назад привезем, заплатим. Вы же всем деньги нужны. Не знаю. Чему державную установку непотребных грошей и кто занимается выховавшей работой, сярует суппроцовников Гомельской ветеринарной лечебницы, теперь высветлась специальная комиссия, ответная до ручения от реминара от старшины Абл-выконкам. Васюченко, значит, это ваша структура, ваша подвластна вам, горосполкома. Значит, выехать, разобраться и показать мне, и дать человеку ответ, кто там. И разобраться самым строгим. Нет, пускай идут и ищут работу. Нияких финансовых укладаний у сдержанного бюджета не под рабоя и проблема, якая была огучена подчас промыть телефонной линии у Гомельским Гар-выконкам. Жахары дома номер 2 по улице Бордина поскардились на предприниманников, храмы яких знаходятся на пешем поверсе, справа тем, что это нежилые помешкания не эксплуатуются и, ответственно, не отапливаются. У квартирах, якие знаходятся над ими, житё у вынеку, первоутворилась в постоянную борьбу за выживание у тымлику детей. Одна семья многодетная, там мама у них инвалид, вторая семья, там ребёнок инвалид, у него проблемы со здоровьем серьёзные. Это, конечно, отражается ещё хуже на их состоянии здоровья, все эти условия. Значная частка громадян подчас промыть телефонных линий, огучивая проблемы, якие актуальны не только для конкретного человека. Гомельчанка с дома номер 17 по улице Косарова, например, взвернулась с пытанием створения додатковых парковочных местов для приватного автотранспорта. Машин на дворовой территории кажа стойки, что страшно детей на улицу одних выпускать. У Гар-выконками с наявностью такой проблемы погоджаются и обещают, что меры будут приниматься. Стараемся мы эту проблему решать. Вот в этом году где-то около полутора тысяч парковочных мест мы по городу создали новых. Но и этого мало. Поэтому берём ваш адрес себе на заметку, посмотрим, что там можно сделать. Ну не сейчас, естественно, это уже весенний-летний период, когда наступит. Тогда будем смотреть и будем думать, что там сделать. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельским державным цирку стартовала программа «Новый год. Цирк, цирк, цирк». У яскравым святочным шоу вы убачите величных верблюдов и слонов, артистичных малпов и морских львов, а так само дрессированных пеликанов, дикобразов, попугайов и инших экзотичных живёл и втушек. До того же захапляют дух выступления акробатов, поветренных гимнастов, жанглёров и инших профессийных цирковых артистов. Арена Гомельского цирка зараз перетворилась у пляцовку новогодних цудов. Гостей святочного шоу на манеже сустракают Дед Мороз и Снягурка, что дивно не на оленях, а на соправдым великим африканским слоне. Маленьким наведывальникам, а так само их батькам, дораз зарад доброго настрою, клоуны и ростовые ляльки. Не обышлось новогоднее шоу и безголовного символа будущего года – выступления шустрых, потешных и гулевых малпов. Цирковый блок Африка – это видовичные номеры из отдела малпов, пеликанов, дикобразов, попугайов и пони. Все они выступают под керавництвом дрессировщика у третьем поколении Юлии Краученко. Что тычется малпов, их тут девять. Молодший – четвертый год, старейший – уже 26-й. Гэты экзотичные живёлы вельми адрозневаются по характеру. Однако все, как одна, потребуют певного до себе подходу. Свой подход каждый. Есть капризные, есть спокойные совершенно. Например, есть холерики, есть сангвиники. То есть кто-то любит прыгать – не остановишь. Вот кто-то очень такой медлительный. Не покиня бы Яковых и аттракцион «Морские забавы». Подчас его на манеже цирка свой спрыт и артистизм демонструють морские львы под керамнистом заслуженного артиста России Миколая Тимчанки. Стойка на задних лапах, гульнял мяч, катание на шары и множество инших уникальных трюков вы убачите у выполнения одразу двух восьмигодовых холостоногих артистов. Вот этого Яша зовут. Яшенька. Ай, молодец, Яшенька. Попрошайка. Просит. Отработал и просит рыбку. Яша, не спеши. Еще у нас одно представление. И другое животное – Макс. На манеже цирка так само виртуозное выконание гимнастичных элементов на турниках и батуте. Захопляльный дух номер поветранной гимнастки, аттракцион дрессированных верблюдов, слонов и породистых скакунов. Усе выступления святочной программы «Новый год. Цирк. Цирк. Цирк» сплетены у одзинае яскравое и ведовичное шоу, якое протягнется у гомельским цирку до десятого студеня. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко. Телерадиокомпания «Гомель». На передаче дни Нового года начинается самый соправдный фестиваль подарунков. У атмосферы свята можно погрузиться уже сегодня разом с компанией «Хуавей». Подрабязанностью в наступном сюжете. Украшение главной гомельской площади идет полным ходом. На витринах праздничные фонарики, в воздухе запах мандаринов. Для полноты атмосферы не хватает только снега и подарков. С последним поможет компания «Хуавей». До 3 января 2016 года для каждого покупателя смартфона или планшета «Хуавей» предусмотрен особый сюрприз. Среди подарков толстовки, бейсболки, шарфы и фликеры в виде шайбы. Кстати, все предметы с логотипами компании «Хуавей» и хоккейного клуба «Динамо», который с этого года выступает официальным партнером. Чудеса случаются. В декабре особенно часто. Вот по улицам нашего города прогулялась панда. Пообщалась с гомельчанами, сделала с ними фото на память и просто зарядила прохожих позитивом. Мы спросили панду, что больше всего понравилось в городе. Оказалось, все. Но особенно памятник лодочника с рысью. А дополнить ощущение праздника можно с компанией «Хуавей» и участие в акции «Фестиваль подарков». В акции участвуют более 20 устройств «Хуавей» разных по стоимости, набору характеристик и дизайну. Каждый найдет свой смартфон и получит еще и подарок за покупку. У меня телефон хорошо держит батарея, всем доволен. Очень нравится, все устраивает. Хорошее соотношение цены и качества. Мне нравится этот телефон, он очень красивый. До самого ожидаемого зимнего события Нового года осталось меньше трех недель. Успейте в этом году исполнить свои мечты. Приобрести смартфон или планшет можно в более 700 по всей Беларуси, а получить памятный подарок в 10 пунктах выдачи призов, предъявив приобретенное устройство и гарантийный талон. Подробную информацию можно найти на сайте huawei.by. Екатерина Сопельникова, Виктория Толкачева, Игорь Морещенко, телерадиокомпания «Гомель». И на гэтым наш ранешний выпуск завершенный. Наступный дзенны глядите сёння на телеканале «Беларусь 1» у 15.01.15 хвилин. До новых сустречу эфиры.